Приборизация как необходимость. В ближайшее время во всех квартирах и домах шахтерской столицы будут установлены приборы учета тепла и воды. Такая необходимость продиктована многомиллионными потерями компании-слугодателей. Этот вопрос накануне подняли на заседании с участием Акима города и монополистов. О повсеместной приборизации говорят уже несколько лет. Повышаются тарифы, выделяются средства на реконструкцию и модернизацию водоводов и теплосетей. Однако сверхпотребление тепла и воды остается на прежнем уровне. А вместе с тем многомиллионные потери компании-слугодателей с каждым годом только растут. К примеру, долг теплотронзит Караганда перед Караганды-Суэнергоцентром составляет более миллиарда тенге. В ходе проведенного анализа в основном выявлено, что основной причиной возникновения кретостов в России потери является отсутствие приборов учета в этих предприятиях и отсутствие учета в целом представления коммунальных услуг. Потребление горячего водоснабжения, абонементом отказавшихся на витажах жилых домах индивидуальных приборов учета в ПОДОС и домовых приборов учета теплоснабжения. Начисление в квартире, где прибор учета отсутствует, производится по норме потребления, по количеству прописанных жильцов. Между тем, квартир, где якобы прописан один человек, в городе более 32 тысяч. По логике мы предположили, что не может такого быть. Мы поделили на количество. В среднем, если взять 60-квартирный дом, не может столько одиноких людей проживать в городе Королевне. И предположили, что самым минимальным сегодня, который была цифра озвучена в 315 миллионов тенге, под конкретный расчет показов. То есть норма употребления умножается на количество квартир, выводится 94 тысячи кубических метров, умножается на 237, на 12 месяцев, и вот они эти 315 миллионов. Вроде бы цифры такие, да? Эта колоссальная сумма вводилась просто-напросто из экономики предприятия. Все прочие убытки дополняют и недобросовестные потребители, которые коммунальные услуги не оплачивают месяцами. К тому же категорически отказываются устанавливать приборы учета. А это еще несколько сотен миллионов к уже имеющимся потерям монополистов. Потому активная приборизация населения начнется уже в ближайшее время. Проделать работу планируют в два этапа. Тем лицам, которые будут отказываться от установки таких счетчиков, будут приняты соответствующие меры, согласно действующего законодательства. Несмотря ни на то, что сейчас зима, ничего нам не мешает устанавливать приборы учета по Тепу. В особенности часто всех людей. Категорично ставьте вопрос. Нет, до свидания. Пускай отапливаются углом, электроэнергией, еще другими источниками тепла. У нас достаточно тех потребителей, которые хотят разумно и цивилизованно получать тепло. С приборными учетами и со всеми остальными. Решения вопросов приборизации существенно сократят сверхнормативные потери предприятий, выведут компанию-слугодатели на безубыточную деятельность, при этом не приводя к постоянному повышению тарифа, уверяют местные власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин